И ведущие программы Эдвин Путти, а также вы, дорогие друзья, 67-241-100, мы говорим об остром, волнующем, наболевшем, тем сегодня огромное количество как-то вот так вот одновременно в нашем эфире появилось. Ну и так, то, что по партийным спискам, это есть то, что нам изменили в Конституции. Ведь раньше, когда у нас была однопартийная система, не было такой возможности. А что значит однопартийная? Это и есть беспартийная система, когда вы выбираете человека по его человеческим качествам, а не по партийной принадлежности. Это очень-очень важная часть Конституции, которая у нас была. И именно вот эти, что совпадало абсолютно с тем, что у нас было до того. Кстати, как бы странно ни звучало, но Папа Римский сказал не так давно на своей речи Южной Америки, что коммунизм это самая близкая идеология к христианству. Верьте, не верьте, такую фразу сказал. Кроме того, он сказал, что капитализм это геноцид всех народов. Но ты не забывай, откуда Папа Римский родом. Как много действительно он видел всего. То есть он же вообще не оторванный дядька. Он же жил очень тесно, близко, и он отлично понимает, что такое вообще капитализм, и какое на самом деле у него ласковое и милое лицо. Да, но вы либо работаете на социум, то есть на народ, либо на капитал, то есть на те, которые его приумножают путем труда социума. Сколько у нас вообще самых богатых, 20 человек, которые владеют, которые владеют, да, полтора или даже два процента владеют, сколько там. То есть по большому счету у нас кучка, кучка людей, которые просто каждый день увеличивают свое состояние. Кратно. Кратно. Каждый день. И мы... Нещаем кратно. А мы кратно нещаем. Потому что это как соединенные сосуды. Если у кого-то больше, наверняка у очень многих меньше. А если у этих большой группы людей и так мало, то они беднеют математической прогрессией. То есть очень быстро. Ну то, что мы ощущаем на себе. Ну да, еще были какие-то деньги, нас посадили на кредиты. Ну вот теперь нищаем уже. Нищаем теперь уже абсолютно за законно. Не только нас, но и все государство посадили. Ну хорошо, если государству еще могут, может быть, будут списаны его долги внешние. Так же, как у Евросоюза огромные долги. Списываются. Есть такая практика, да, бывает. Это когда уже нечего с них взять уже абсолютно. Да. Когда они списывают. Но то, что с нас спишут, с нас даже если все заберут, с долги с нас не спишут, понимаешь? Тут есть большая разница. И тут без какой-то более-менее экономической хотя бы революции, ну практически от этого избавиться невозможно. Потому что, видишь, даже государство находится в более выгодной позиции. Оно может взять, грубо говоря, те же люди, которые берут, они же не несут никакой личной ответственности за долг, который вырастает. Да, это не государство, это власть. Власть, да. То есть власть за власть меняется и так далее. А простой человек, взявший кредит, будет всю жизнь выплачивать. Опыт Ирландии говорит обратно, что все-таки возможно списать все долги и сказать, вот не будем мы платить и все. По сути, там очень много... Прилучие воли. Там есть логика, потому что банки нам ничего не дали. У них должен быть... Вот вы знаете, что договор кредитный, это договор, как любой договор. А что между двумя компаниями, если вот договор намерения, что я возьму у компании... Ты мне это, я тебе додам. Да. То есть мы с тобой договариваемся. Что должно быть в этой договоре? Акт приема передачи. У вас есть акт приема передачи? У нас есть звонок. У нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Да. Вот я немножко хочу о теме народ, о термине народ поговорить, да. Вот когда мы говорим народу, это не надо, народу то надо, народу э. Понимаете, это немножко беспорядок и полный, потому что вот те же самые, кто сейчас там рулится и портитикуют, да, и так далее, и эти же, кто богатеет, это же тоже все народ. И бандиты народ, и воры народ, да, и все, понимаете, а вот смотреть, если узко, к примеру, вот, они вот свои интересы не забывают, вот эти, кто там сидят, да, они выбирают, как говорится, сами себе рабочие места создают, сами себе там придумывают работу и так далее, да, потому что они узко на это смотрят, да, и остальные вот надо определиться, к какой группе населения относится. Вот мы, к примеру, я, к примеру, физически работающий, да, и вот мы, люди, работающие и на земле, как говорится, и на воде, и в воздухе физическим трудом, кто занимается, вот четко понимают свои интересы. И понимаем прекрасно, что всеми мы вообще никак не представлены на сегодняшний день, просто никак, вообще. Там ни одного нашего человека нет, поэтому о каких, может быть, интересах тех людей, которые реально создают прибавочную стоимость, вообще создают продукты и так далее, даже бизнес там нет, там вообще нет никого в семье представителей, кто реально что-то создаёт. Поэтому, ну, о чём тут можно говорить? Мы все. Поэтому вот мы реально сейчас работаем над тем, что создаём свою партию, как говорится, и будет у нас альтернатива, на эти мы точно не пойдём, а на следующий выбор, дай Бог, мы создадим свою партию, и у нас будет альтернатива, и будем уже голосовать за людей тела. Спасибо. Вот такой подставной казачок был, да? Нет, я очень рад, что есть активные политические люди. Приглашаю не создавать очередную партию, а объединиться с какой-либо, скажем, оппозиционной партией, которые гласят по-вашему ваши интересы. А то, что у вас нет представительства, логично, при таком барьере пятипроцентном и нашей системе голосования, невозможно иметь своё представительство. Кроме того, вы говорили о народе разном. Это разные классы, то есть это управленцы, которые нами управляют, и управляемые, то есть те, которые снимают с нас деньги. Я не говорю о врачах, я не говорю о учителях, которые делают услуги, которые нам необходимы, которые мы хотим с вами купить. То есть отдав плоды своего труда, часть этого, чтобы иметь те услуги, те товары, которые мы сами лично не производим. Но те, которые паразитируют над нами, снимают уже не 10, не 20, не 30%, а близко 80% от созданного продукта. И говорят, что они нам что-то дают. Ну, а это уже правящий класс, с кем и боролись латышские красные стрелки, вне зависимости от языка этих паразитов. Ну что же, Эдвин, на связи у нас Эйнер Граудинж, о котором очень часто спрашивают наши радиослушатели, куда пропал, что случилось. Ну, кто слушает радиостанцию регулярно, уже наверняка знает, что Эйнер поправляет свое здоровье и скорости, наверное, появится здесь в студии. Добрый день, Эйнер, приветствую тебя. Сложность, скажем так, я как выражаюсь, но, соответственно, не умер и надеюсь, что это не произойдет. В ближайшее время, по крайней мере. Да, в ближайшее время точно. Благодарен всем, которые интересуют или интересовала моя судьба. Ну, что я хотел бы сказать, что опять есть очередные цирки, как всегда, как всегда в нашей стране. И я нашел очень интересные, и на 5-6 читаю довольно много, находясь дома или на величине, да. И вот есть такая вещь, что сто дней до выборов в один стол сел такой вестерс Целминч, бывший министр экономики Данейл Паулюц, а также профессор, исследователь культуры, известный человек, который зовут Денис Ханал. Но они очень четко рассуждают, соответственно, что вообще происходит в Латвии, какая есть вся ситуация и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, ситуация есть такая, как она есть, и если брать совершенно четко, то она вообще-то никакая, да. В том числе начинает демографию и все прочее, и все остальное. Ну, мне попала здесь в глаза вопрос такая, такая очень интересная вещь вот этой беседе, этих трех господ, которых я точно не считаю дураками, кстати. На самом деле это тоже, я говорю, беседа такого, скажем так, утреживания, что если бывший секретарь Коммунистической партии Латвии Вайдер, которые, соответственно, занимаются подсчетом ущерба оккупации и так далее, да, и всего прочего, всего остального, сколько же оккупационный режим, и вот эти проклятые оккупанты гражданские, которые сюда понаехали, начиная с 40-го года, нанесли многострадальному латвийскому народу, многострадальному нашей стране. Вот здесь я нашел такой очень интересный юмор в моем понятии. И очень удивлен, что это прошел как-то мимо наших спецслужб, которые всегда такие вещи отслеживают. И вот этой беседе конкретно прозвучало то, что такую инфраструктуру, которая существовала у нас, у Латвии, во времена Советского Союза, особенно сельской местности, оказывается, спонфировал весь Советский Союз. Понимаете, какая сейчас получается вообще вещь? Что как-то люди, которые вообще-то по образованию больше, чем сотрудники полиции безопасности наверняка, как-то они приходят совершенно другим выводом, которым, скажем так, приходит госпожа Вайдера. И то, что ситуация крайне напряженная нашей стране, это показывает очень простую вещь. Сейчас буквально на днях началась так называемая процедура, я бы так ее назвал, по возвращении переплаты налогов, или, соответственно, ту часть налогов, например, через систему здравоохранения, которую человек потратил, что можно частично получить назад, представляя, соответственно, отчет службы госдоходов. И активность такая в этом году, что это службы госдоходов. Я бы так же сказал, печально известные службы госдоходов, с таким же печально известным зданием, которое они находятся, и только сжать можно, сколько это все входит в нашем государстве. Первый день сразу зависла полностью вся компьютерная система, и никакие заявления приняты уже было невозможно. И это, опять, кстати, не я, Граудович говорит, но, как говорит госпожа Цирву, есть такая, Илза Цирву, руководитель службы государственных доходов Латвии, что это, соответственно, свидетельствует только о том, что в нашей стране есть исключительная бедность, потому что люди подают, соответственно, отчеты службы госдоходов, чтобы получить назад хотя бы 10 евро. Даже такие суммы, они уже, скажем так, определяющие очень многих сферах жизни для наследия Латвии. То есть мы понимаем, в каком или и где, скажем так, в каком кошмаре на сегодняшний день находится наша страна, или где мы находимся лучше. Потому что есть другой совершенно свежий тоже вариант, что одна женщина отказалась в пользу от государственного пособия, которые где-то у него 11 евро в месяц пользуются, соответственно, ну, там это таким почти полуматом сказано, я повторять все это еще не буду, что мне не сказали, что я там оскорбляю наш Татвийский парламент и так далее. Но суть такая, что те, которые там сидят на улице, якобы могут взять вот эти 11 евро и, ну, понятно, да, приблизительно, что женщина сказала. И возвращаясь назад, то, что я говорил по поводу того, что Советский Союз, я еще раз повторю это слово, потому что это кардемайн, мне идеология, которая нам долбливает голову в последние, скажем, 30 лет, да, вот, что по-златышски это звучит так, потому что я считаю, на самом деле, это историческая цитата, историческая цитата, которая, я не знаю, наверняка по ошибке все-таки была опубликована, что личная цитата структура в Латвии, что мне нравится это, или не нравится, это бороться с ресурсами, которые не были по кабатой, в одной нации власти. Это большая мэра, только спонсорироваться от подобных Советов. Ну, соответственно, я считаю, что это словно получается, что структура, проживание и отжитие Латвии, нравится нам это не нравится, была основана на ресурсах, которые не были по карману, одной национальным... Эйнар, получается, что не Латвия кормила Советский Союз, а наоборот, да? Это верно, совершенно верно. И здесь совершенно четкое предложение, я распечатал, соответственно, когда мне об этом будут задавать какие-то вопросы, что, соответственно, человек, Вестер Семенович, который тоже совершенно не идет, как я бы сказал, а исследователь, соответственно, процессов урбанизации и так далее, он конкретно говорит, «Та флэла мэра, тыка спонсора, но обоим с вами, который прямой перевод звучит так, что это в большой мере было спонсировано». Понимаете, слово «спонсировано» от Советского Союза. Ну, я говорю, постараюсь пояснить очень коротко, для уважаемых радиослушателей, что есть два слова, да? То есть меценатство и спонсорство, между ними есть довольно большая разница, но спонсорство означает то, что фактически деньги дают бесплатно, надея, надея, что это принесут какую-то пользу. Это так вот приблизительно, моя формулировка. А меценатство, когда деньги дают без вообще всякого раздумия и условий, да? И поэтому, соответственно, в чем была эта польза? Польза была в том, с точки зрения Советского Союза, это очень важно, в самом деле, кстати, польза была в том, что Советский Союз не хотел допустить отплыва сельского населения в города, потому что это однозначно означало, что село умирает, и поэтому вкладывало невероятные средства, невероятные средства именно сельской инфраструктуры Латвийской Республики, Латвийский СССР тогда, да? И поэтому, я думаю, люди моего поконения помнят те времена, когда в каждом поселке, в каждом селе, в каждом колхозе, в селхозе был свой духовой оркестр, были драм-кружки, соответственно, я не говорю про спортивные активности, которые все били совершенно бесплатно, и оплачены государством разными формами, способами, методами, что, соответственно, было невероятное количество всякого разного рода кружков, и сам через них прошел, начиная от авиомоделизма, кончая, скажем, гонным туризмом и так далее, которые действовали при школах, или действовали при клубах, потому что центр культуры, в каждом сельской местности, в каждом селе, это был местный клуб, да? То есть, вокруг, как сказать, крутилась вся эта культурная жизнь. И поэтому это огромный еще такой вопрос, скажем, огромного еще поэтического значения, который надо понимать, потому что я думаю, что я никого не должен агитировать или проводить какую-то пропаганду, потому что то, что сегодня творится в нашей сельской местности, у нас всего умерло, да? И если кто-то, кому не верит в то, что я говорю, я могу сказать, пожалуйста, возьмите сегодня машину или завтра, скажем, когда окончается рабочая неделя, и проедете хотя бы по таким трассам, как Рига-Эргель, до Эргель доедете, приедете назад, доедете до Мадонны, еще можно доехать потом, скажем, до Краслова и так далее, проехать, проедете, проезжайте просто по Латвии, нам много времени не требуется, еще до болезни был в Лепа, например, на три года в Лепа, требуется приблизительно чтобы проехать всю страну где-то 7,5-8 часов, и мы видим, что творится вообще в сельской местности, что творится в городах, потому что, скажем, города, которые 20 лет назад было население, скажем, условно, конкретно, можно назвать, даже в том, что Курзово было население 15-16 тысяч человек, сегодня население 4 тысяч человек, то есть здесь такие вещи, такие вещи вообще-то называется геноцид, геноцид, и этот геноцид может быть осуществлен только тогда, если, соответственно, правящая коллекция, то есть правящая власть, соответственно, не принимает никакие неры, соответственно, даже без своим, не то что каким-то содействием или даже бездействием, соответственно, этому всему способствовать. Поэтому сейчас появляется много всяких предвыборных программ в связи с местным самоуправлением в июне, и только что мы здесь видим, что, соответственно, эта дама, которая здесь, идентичность, я не знаю, она, кстати, нашла идентичность или нет, то есть Юта Стритер, то ли там Малая Сана Потапова, то ли там вообще, вообще-то мне понятно, кто сейчас будет очень усиленно рваться на пост мэра Риги, рваться на пост мэра Риги, чтобы бороться с коррупцией общей объявляющей. Я согласен с ней в этом плане совершенно, потому что такая коррупция, которая существует, риска, и которая сегодня там существует, я думаю, что в истории нашей страны и столицы не было, потому что это можно назвать только одним полукриминальным словом, это абсолютный беспредел. Если мы так посмотрим, даже с точки зрения логики, там уже не надо цифры считать. Да, просто посмотреть, что творится, что происходит. Но суть-то такова, что Йота не тот человек, который этого может все решить. И поэтому я считаю здесь, что, соответственно, на интернете и так далее, что ГЭЦ-ГРИЧ – это невероятное количество всякого рода партий, объединений, там, короче, черзач, что-то, которые всегда у нас, в Латвии у нас такая есть, такая есть ментальность такая, что перед каждым выбором появляются какие-то новые партии, когда все им все отвечают, потом никто их основном проигрывает, а кто-то и попадает в это сладкой власти. То есть у меня есть другой вариант, пока, в чем я хочу обратиться к нашему логике, мы рады слушать, что пока я здесь, соответственно, болею, сижу дома, я написал 14 пунктов определенной программы, я это не связываю с выбором местного самоуправления, ну, я, скажем так, я написал, как я вижу, что надо делать в нашей стране, это мое мнение, если не можно согласиться, можно не согласиться, можно считать совершенно идиотичным, да, и совершенно дебилем, можно, наоборот, считать совершенно гениальным, на усмотрение наших радиослушателей. И я, соответственно, с вашего позволения, если радиослушатели не согласны, я в понедельник или, скажем, вторник могу эти пункты озвучить, что я вижу, что вообще надо делать в стране, потому что я могу сразу сказать, что я ошибся в своих прогнозах в свое время, довольно серьезно ошибся, что показывает, что это уже просто обикновение человека, а не Бог, который все может предвидеть. И крах, абсолютный крах и коллапс Латвийской республики все-таки придет гораздо быстрее, но я его прогнозировал. Я прогнозировал, что, соответственно, страна может рухнуть на части, и здесь может вообще произойти неконятно что без уже возвратной точки приблизительно через лет 20-30, но это, как я вижу сегодня, это произойдет еще гораздо раньше, нам осталось максимум 10 лет. Спасибо вам. Это был Эйнер Граудиндж, с которым мы непременно свяжемся на будущей неделе, когда услышим развитие истории программы и так далее, услышим пункты, которые были созданы Эйнером на больничной койке. Ну, возможно, они войдут в историю, как записки из шалаша небезызвестной личности. Ну, я хотел бы резюмировать только что услышанное. В принципе, что я понимал давно и знал, в 91-м году мы, взявшись за руки, освободились от спонсора, который нас спонсировал. Ну, потому что мы настолько привыкли, что он нас спонсирует, и мы думали, что, освободившись от него... Что новый барин будет спонсироваться... Да, будет делать то же самое все. И мы будем вести себя и чувствовать точно так же. Но получилось, что... Нет, мы хотели лучше. А, мы и лучше еще хотели. Хотели мир, дружба, жвачка еще. Жвачка сколько угодно. Жвачку дали. Жвачку в первую очередь получили. Джинсы в секонд-хенде за пару евро берите не хочу. Бери, не хочу точно. Вот. Так что развели нас по полной программе. Ничего так дорого не обходится, как собственная наивность, если не сказать сильнее глупость. Ну, что посеешь, что пожнешь, но лучше поздно, чем никогда. Да. Ведь главное понять то, что не только объединившись здесь в рамках своей семьи, в рамках своего города, страны, но в рамках со всеми здравомыслящими. Так же и в Германии, и в России, и в Соединенных Штатах. Потому что это движение снизу, оно набирает все больше и больше силы. И называть это над народом, либо угнетенным. Потому что именно если кто-то вас угнетает, то эта часть уже угнетенная. А если нам терять больше нечего, кроме своих цепей, то, разумеется, мы начинаем борьбу за себя, за свою семью, за свое будущее. Хотел бы сказать, что 16 марта всем, кто желает, есть возможность прийти с 11 до 2, тут неподалеку от памятника свободы, к посольству Германии. И выразить свою позицию на тему празднования, либо скорби, я уж не знаю, как назвать, 16 марта, тех политиков, которые поддерживают эти мероприятия и с требованиями ввести экономические санкции против этих деятелей. Которые поддерживают это, в принципе, раскольническое мероприятие, которое не объединяет ни в коей мере ни общество, ни людей. Так что 16 марта у посольства Германии с 11 до 2. Это одновременно будет также мероприятие и в Берлине, где наши партнеры из левых Германий будут проводить с такой же возле посольства Латвии. 16 марта. Да, информация прозвучала, но так как Эйнер, у нас осталось всего ничего, буквально... Эйнер, видишь? Вот, вот у меня уже Эйнер. Эдвин, конечно же, Эдвин Пути сегодня здесь в студии, дорогие друзья. С Эйнером Грауденшем мы общались по телефону. Я думаю, многие наши радиослушатели успокоились. Жив, не очень здоров, но скоро появится в рядах активных участников дискуссий здесь на нашей радиостанции. Готовит целый список пунктов, с которыми будет готов выйти к аудитории. Ну, а Эдвину я предлагаю некоторый итог сегодняшнего разговора подвести и уже попрощаться до завтрашнего дня. Ну, и так, никто ничего нам не может дать. То, что вам обещают, вам врут. Если когда-то, а я думаю, что это будет уже скоро, наше движение придет к власти, мы, во-первых, полностью изменим все взымание налогов, доведем их до рентабельности. То есть, каждый работник, управленец должен зарабатывать на те деньги, которые он может принести обратно обществу. Если это идет в ущерб налогоплательщику, то есть, народу, то это неправильно. Я говорю о бедре, ибо четвертая отмода, потому что называть партии я не имею права. Уже началось предвыборное время, и КНАП бдит. Спасибо, на этом я сегодняшнюю дискуссионную программу завершаю. Это был Эдвин Путти, Симона Литова была за пультом. Друзья, на этом программа дискуссионный клуб «Зык» закрыт. Спасибо за ваше участие, за ваши активные звонки. Прошу прощения у тех, чьи голоса мы сегодня не смогли услышать, чье мнение не смогли услышать. К сожалению, удается дозвониться не всем, но будут еще эфиры, будут еще программы, и непременно у вас будет возможность высказаться.